Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. На финишной прямой в Чебоксарах завершается строительство центральной городской больницы. Вода в каждый дом. В деревне Акшики, что в Мариинско-Посадском районе, появится централизованное водоснабжение. Инициативное бюджетирование в действии. В республике открываются новые дома культуры. Строительство многопрофильной поликлиники в центре Чебоксара вышло на финишную прямую. Сегодня ход работ на объекте проинспектировал председатель правительства республики. Подробности у Дмитрия Ковалева. Строительные работы пока продолжаются, но коридоры будущей поликлиники уже преображаются. Цвет настроения яркий и явно не больничный. Еще одна задумка дизайнеров – атриумы под стеклянной крышей. За одну смену в многопрофильной поликлинике смогут принять более 500 пациентов. Для инвалидов оборудовали специальные подъемники. Он нажимает на вот эту кнопочку. Кнопочка включилась, оборудование плавно опускается. Здесь существует небольшой порожек, чтобы никакого прыжка не было. Опустившись вниз, он плавно заезжает, нажимает кнопку уже на приборе, она поднимается наверх, и он спокойно переезжает дальше. Все это стандарты? Это все стандартные, но мы работаем над тем, чтобы от оборудования было еще лучше. То есть, ну, чтобы осадки уже как бы не влияли человеку, чтобы было ограждение. Строительство поликлиники началось в июле прошлого года. Подрядчики работают ударными темпами с опережением графика. Здесь уже прокладывают инженерные сети, все остальное дело техники. Минздраве уверяют, что многопрофильная поликлиника Чебоксар будет оснащена не хуже передовых медицинских центров Москвы. На днях сюда уже доставили рентгенокологические аппараты. Многопрофильная поликлиника снизит нагрузку на другие медицинские центры, отметил председатель правительства Иван Моторин. В приоритете доступная и качественная помощь пациентам. Современное оборудование, современные условия, естественно, это будет, я думаю, нравится и населению, жителям, ну и самим врачам. Основной вопрос – это оплата за вновь новые работы, которые не были учтены в первоначальном проекте. Открытие поликлиники намечено на конец этого года. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. Хозяйство Республики приступили к сбору раннего картофеля. Урожайность второго хлеба в этом году превышает 230 центнеров с гектара. Наша съемочная группа посмотрела, как идет уборочная страда в Яльчикском районе. Свои каникулы они проводят с пользой. Кристина Волкова с одноклассниками выходит на сбор картофеля каждое лето, чтобы помочь родителям и заработать. На заработанные деньги мы покупаем вещи в школу, школьные материалы. И эта работа мне очень нравится. На этой работе машина не заменит людей. Чтобы не повредить тонкую кожуру корнеплода, его необходимо собирать руками. За день с поля увозят порядка 50 мешков картофеля. В хозяйстве в этом году рассчитывают получить большой урожай второго хлеба. 200 центнеров с гектара для аграриев не предел. Большим спросом пользуются элитные сорта картофеля. Продукцию реализуют и за пределы республики. Каждый год здесь изучают вкусы покупателей. Сейчас мы занимаемся уборкой картофеля Рескарлет в данное время. Раньше убирали импало, ранний сорт. Сейчас перешли на Рескарлет. Импало – белокожурный сорт, а Рескарлет – краснокожурный сорт. Что покупатель спрашивает, мы стараемся выкапывать те сорта. Ну а в ближайшие дни в хозяйстве намерены приступить и к сбору позднего картофеля. Дмитрий Ковалев, Татьяна Раевская и Андрей Шоклев. Республика. В деревне Акшики Маринско-Пасадского района прокладывают сети водоснабжения. Скоро жители смогут подключиться к центральной системе. Когда в домах деревенских жителей появится вода, узнавал наш корреспондент Рифат Фаткулин. Я ждала это 44 года. У них долгое время была мечта иметь воду не просто рядом с домом, а чтобы текла из крана. Чтобы вскипятить чайник можно было за пару минут и сварить суп на чистой проточной воде. А уж ежедневная стирка для тельчан – предел мечтаний. В деревне Акшики более 150 жителей. Сколько себя помним, рассказывают они, вода здесь всегда была на вес золота. Раньше мы брали воду из оврага через огород. В овраге у нас даже ключевая вода, ни колодцы не было. Ключевую воду не пили мы, из оврага пили. Зимой очень трудно было. На коромыслах ходили за водой, падали в снег. Иногда пришли даже без воды. Очень трудно было. Сейчас, конечно, мы очень рады, что у нас будет вода. Пока единственный источник воды – это скважины и колодцы. Их некоторые жители сами выкопали во дворах. Однако качество такой воды оставляет желать лучшего. Очень долго ждали. Получается, я как после школы уехал в город, потом приехал сюда. Уже 30 лет живу я в этой деревне. И до сих пор ждали до этого времени. Последние 10 лет, наверное, в своем хозяйстве в огороде мы копали. И оттуда до сих пор берем пока. Вода у нас жесткая, но накипью. Сейчас, надеемся, вот это будет у нас чистая вода. Сейчас рабочие прокладывают водопровод по улице Акшики. Около 800 метров, исположенных по проекту трех с небольшим километров. Материалы используют современные, чтобы не менять часто. Учли и диаметр. Засоряться не будут. Сейчас ждут усадки грунта. Останется только сделать планировку и подровнять землю. Складываемся в срок. Все идет хорошо, по плану. Работаем с 8 до 8. Я копаю и двое у меня сантехники. Двое сантехников, один мастер. Всего здесь 4 человека вместе со мной. На улицах появится 14 колонок и 4 пожарных гидранта. Общая стоимость работ почти 8 миллионов рублей. Правда, есть и те, кто не очень радуется централизованной подаче воды. Ведь за воду придется платить. Но для большинства комфорт важнее. Зато будет чистая вода. Потому что сейчас именно с колодцев это где-то метров 40. Там не совсем чистая вода. Хотя анализы тоже проводили. В некоторых местах соответствует Санпину. А сейчас будет вода добыта с артезианской скважины с глубины 120 метров. Все работы планируют завершить в середине сентября. Тогда и заработает новая водная артерия. Рифат Фаткулин, Валерий Рязюков, Республика. В Республике продолжается реализация национального проекта «Экология». На днях в Чебоксарске и Вурнарске районы доставлено 312 новых мусорных контейнеров. Все емкости для сбора мусора нового образца на колесах и с крышками. Специалисты называют их евроконтейнерами. В Старом Свете они давно уже в ходу. Вот и в сельских поселениях уходит в прошлое сбор отходов в мешках с дальнейшей погрузкой в мусоровозы. Теперь все механизировано, чисто и быстро. Специализированные площадки во всех муниципалитетах должны быть готовы к 1 сентября. Такую задачу поставил глава республики. За счет аукционов удалось добиться снижения цены на контейнеры, что позволит закупить еще почти 800 штук. Важный момент. Евроконтейнеры двух цветов – зеленого и синего. В будущем это облегчит переход на раздельный сбор твердых коммунальных отходов. В сентябре в Чувашии стартует новая социально-образовательная программа для школьников «АйТи-школа Самсунг». Она откроет новые возможности для любителей компьютеров. В сентябре в Чувашии стартует новая социально-образовательная программа для школьников «АйТи-школа Самсунг». Она уже работает в 22 городах России. В ней учатся увлеченные новыми информационными технологиями старшеклассники. Детей будут обучать программированию на языке Java. Занятия будут проводиться в Центре цифрового образования детей и подростков «АйТи-куб» на базе Канажского педагогического колледжа. Обучение школьников будет проходить в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», который входит в национальный проект образования. Подарок к юбилею столицы. На национальном телевидении Чуваший премьера детский проект «Агенты 5.5.0». Подробности в репортаже Марии Шоклевой. Теперь Чебоксарам не страшны исписанные стены, мусор или сломанные качели. На улице вышла целая армия супергероев. «Агентов 5.5.0». Они очень любят родной город и реально делают его чище и красивее. Дарья, а как вы думаете, кто портит стены? Подростки, которые не могут самовыражаться на холсте или на бумаге. Вот мы, например, делаем подарок городу. То, что украшаем его, расписывая стены. Все началось с игры слов. 550, 5.5.0, «Агенты 5.5.0». Идею и название нового проекта придумали ученики городского детского медиа-центра «Куча Мала», за что и получили почетное право стать ведущими программы. Помогают ребятам сотрудники городских служб, которые несут большую ответственность за свои участки работы. Будь то чистота, хорошее освещение или озеленение. За кадром тоже взрослые профессионалы. И их миссию не назовешь легкой. Съемка одного семиминутного выпуска занимает 7 часов. В проекте много графики и эффектов. Оценить работу команды супергероев вы можете во вторник в 2020. Мария Шоукова.